Добрый вечер. Это программа «После новостей». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Илья Зайцев. И сегодня говорим про паллиативную помощь. Про помощь тем, кого нельзя вылечить, но кому можно помочь. В нашей студии гость Ольга Николаевна Выговская, врач Центра паллиативной помощи и эксперт фонда помощи хосписам Вера. Ольга Николаевна, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Ольга Николаевна, Вы приехали в Красноярск в рамках большого проекта Общероссийского народного фронта «Регион заботы». Поговорите и научите сотрудников, которые работают с такими и родителями, и детьми, как с ними работать. Но первый вопрос не об этом. Ведь правда же, что у нас многие не то что говорить про паллиативную помощь боятся, услышав слово хоспис. Многие даже думать об этом боятся. Почему? Ну, так у нас сложилось с вами. В России испокон века смерть избегалась не только просто среди населения, но и среди медицинских работников. Когда мы учимся в институте, мы знаем, что такое клиническая смерть, биологическая смерть. Но как таковой уход из жизни он не воспринимался, не рассматривался никогда. Это такая была закрытая немножко ниша. И сейчас она вдруг резко начинает преодолеваться. Люди слово «смерть» боятся. Хотя мы все с вами смертны. И если так уж разобраться, то каждый мечтает о какой смерти. Ну, большинство мечтает уснуть, да? Ну, это первое, что приходит в голову этим людям. Но если разобраться, что вот сейчас я ушла из дома, никому ничего не сказав и не вернувшись, наверное, уже хочется подумать о том, что я хочу что-то сказать и передать своим людям, близким, что-то наказать. И поэтому, конечно, по-разному воспринимают. Взрослый человек смерть воспринимает по-своему, в смысле взрослого человека. А когда это касается ребенка, это совсем другое. Начало жизни, он еще не пожил, это противоестественно. Слово «смерть». Но дело в том, что палеотиф и хоспис – это не значит, что человек умирает сегодня. Просто ему помогает качественно доживать эти дни. Согласитесь, что, если перед выбором стоять, что будет лучше? Будет лучше, или он будет три года мучиться, или он будет полтора года жить нормальной жизнью. И каждый день для него будет уникальный, и каждый день для него будет важный. И то же самое с детьми. А я правильно понимаю, что одна из тем, которые вы сегодня поднимали, в том числе во время обучения, что вот с такими, я не знаю, можно ли называть их пациентами, но вот с такими детьми, которые находятся в полиотиемном отделении, что называется, горизонт планирования – это один день. Вот нужно максимально насытить вот тот день, который сейчас. Да, потому что, в принципе, мы не знаем, будет ли завтрашний день у этих детей, у любых пациентов, которые конкурируются под нашей эгидой. Самое важное – понимать, что максимально помочь и удовлетворить все его потребности. Кроме того, что мы снимаем боль, снимаем тягостные симптомы, мы же и психологически помогаем. Психологически помогаем принять, как принятие смерти у самого пациента, если это взрослые. Помочь принять и помочь в самые тяжелые минуты – это для родителей. Это сложно объяснить, но дело в том, что мы как раз в палеотиве, у нас есть такие возможности, когда мы можем взять и помогать родственникам. То есть для нас родственники, они точно так же равноценны, как пациент. Мы точно так же общаемся с родственниками, мы им помогаем, мы оказываем психологическую поддержку. Когда наступают тяжелые моменты, мы рядом с ними. Ведь еще важно, чтобы уходил человек не в одиночестве, а чтобы рядом с ним кто-то находился. А если это уходит у родителей ребенок? Ну, все мы боимся смерти. И здесь очень важно, чтобы в этот последний момент ребенок держал за ручку своих родителей, ему не будет страшно. И родители, они это поймут. Они поймут это позже. И когда мы будем его сопровождать в период горевания, мы стопроцентно уверены, что эта семья не развалится. Потому что если мы не помогаем, не оказываем психологическую помощь этим родителям, то, как правило, начинается обвинение друг друга, семья распадается. А теперь, пожалуйста, общаясь с врачами, с теми, кто вот сейчас занимается темой паллиативной помощи, вот вы сказали, что у нас медицинское образование не было нацелено, мне кажется, эта тема вообще слабо поднималась, особенно вот те врачи, которые... Она не поднималась вообще. Она не поднималась вообще. Как врачи переключаются на эту тему? Насколько это для них просто? Нет, это не просто. Я просто по себе знаю, да, как это было сложно к этому прийти. Тем более мы заканчивали институт, у нас была цель, какая в Советском Союзе? Профилактика, да, заболевания, потом, значит, заболевания и реабилитация, потом пошла гириатрия, и теперь, наконец-то, мы пришли, оказывается, мы все смертны, и нужно помочь в этот момент. И очень трудно остановиться лечить. Потому что иногда то самое лечение, которое мы продолжаем до последнего вдоха, оно иногда усугубляет его состояние. Там побочные действия, которые есть. Побочные действия, это болезненные синдромы, все манипуляции, будем так говорить, достаточно болезненные, да. Поэтому здесь очень важно знать границы. Скажите, в январе, только в январе этого года в Красноярске открылось первое в крае детское палеоативное отделение. Оно вот только запускает свою работу. Как оцениваете то, что вот ту базу, на которой сейчас эта помощь будет оказана? Это отличная база. Отличная база. Потому что по одной причине, что там видно, что это дом для детей. То есть это неформальное какое-то учреждение больничное, где лоск, блеск, белые халаты, белый кафель и так далее. Здесь действительно живут дети. Здесь игрушки. Здесь хорошее постельное белье. Здесь будут хорошо жить дети. А вот еще из представлений, потому что то, с чего мы начали, об этом мало, к сожалению, говорится. Это, возможно, много думается теми, кто с этим столкнулся. Но многие воспринимают хоспис или палеоативное отделение из серии, что кто-то кого-то отдал. Вот в смысле отдал и все. Но палеоативная же помощь не только в этом. Нет, это такое ложное представление. Дело в том, что мы берем только прежде всего тех пациентов, которые дают согласие. То есть никого они сильно никогда не берут. Сейчас у вас очень хорошо тоже развивается выездная служба. Максимально, если есть возможность помочь ему дома, это отлично. Но бывают такие ситуации, когда родственники устали. Так называемая социальная передержка. Они могут заболеть. Может все что угодно случится. Мы на этот период его возьмем. Потом мы совершенно спокойно его отдадим. Бывает, когда в семье умирающие пациенты, рядом маленькие дети. Маленькая комната. Но здесь же нужно пощадить близких. Ни в коем случае 24 часа открыты двери для родственников, для бабушек, для дедушек. То есть неограниченное количество. Туда могут прийти и друзья, и знакомые. И прийти друзья друзей. Это поддержка. Потому что у нас складывается такое впечатление, что я боюсь пойти к больному человеку. Потому что я представлю, я его помню молодым, красивым, здоровым. Он такая зажигалочка. Сейчас я приду и представлю, что он болен. Я буду переживать, я буду плакать. Это отличные эмоции. И поплачьте вместе. Это будет лучше, чем вы по телефону позвоните и скажете, как там дела у тебя, что он на это ответит. Да ничего, нормально. А им нужно общение, им нужны контакты. Это же, кстати, выбор, перед которыми иногда встают и родители. И один конкретный случай, который был в Красноярске, когда многодетной семье один из детей был тяжело, неизлечимо болен. И родители приняли решение, что пусть дети запомнят брата таким, каким он был. Здоровым, играющим, смеющимся. И они с ним, по-моему, так и не показали, не увиделись. Правильно ли это? Ну, тут вопрос спорный. Дело в том, что готовить надо детей. Просто так привезти в хоспис или в палеотивное отделение маленького ребенка. Ну, наверное, нужно его для этого всегда подготовить, чтобы для ребенка не был шок. Но когда приводят маленьких детей, особенно пожилые люди, это просто бальзам. Бальзам на душу. И приятно смотреть о том, что все-таки жизнь продолжается. Ведь люди уже смирились с смертью, несмотря на то, что многие стараются не говорить диагноз пациентов. На самом деле они прекрасно понимают, и они чувствуют, что они уходят из жизни. И когда они видят эту маленькую крошку, которая после него остается, просто после этого больные становятся совершенно другие. Понимаете? У них улыбки появляются. Одна из таких основ фонда веры и Ньюта Фидермессер – это когда не больно, не стыдно и не одиноко. Совершенно. Я просто помню, с чего вообще начиналась эта история. Она начиналась вообще с того, что необходимо обезболить. Потому что долгое время в стране была проблема с обезболиванием. Вообще, наблюдая за тем, что происходит, в том числе в рамках проекта ОНФ «Регион забот», видно, как развивается, как улучшается ситуация? Или еще масса проблем? Нет, ну, проблемы не всегда есть, когда работаешь. Особенно, когда начинаешь. Ведь это только развивается. Будем так говорить, это новое направление в здравоохранении. Конечно, проблемы есть. Но, вы знаете, их значительно меньше стало с обезболиванием. Сейчас мы очень хорошо отслеживаем. Есть горячие линии, по которым могут позвонить. Мы очень много занимаемся с врачами, обучаем, как правильно обезболить. Сейчас же есть такие способы, когда и необязательно ставить инъекции. Есть лекопластыри, которые клеятся, снимают боль. Самое главное, еще и у населения убрать вот этот вот синдром боязни. Вдруг, да, он станет наркоманом. Наркотики – это, наверное, плохо. Поэтому мы не говорим слово «наркотики». У нас есть опиоидные препараты. То есть пациент, у которого есть заболевание, у которого есть боли, он никогда не будет наркоманом. Это совершенно другое действие. И в медицинских учреждениях четко подбирается дозировка, корректировка. И, кстати, этим в том числе может и будет, насколько я понимаю, заниматься детское палиативное отделение, где могут подобраться. Да, конечно, это одно из этих, да. Скажите еще, родителям же зачастую тяжело оставаться с проблемой один на один. Может ли вот это вот отделение или центр палиативной детской помощи быть еще местом, где родители могут, что называется, разделять свои проблемы? В Москве есть такой опыт, когда те родители, которые проводили своих детей, они приходят как волонтеры и помогают этим родителям, которые в данный момент переживают это. Любой родитель, он надеется до конца, даже если там один процент есть какой-то надежды, он надеется, что его ребенок попадет в этот процент. И вот здесь те люди, которые пережили это, сохранили, которых как раз сопроводили в момент горевания, они очень сильно помогают, как никто. Еще такой вопрос, который часто возникает в целом и в обществе, и в Красноярске в частности, о том, что может ли вообще само медицинское учреждение самостоятельно вот эти домашние комфортные условия обеспечить? Либо без помощи волонтеров и фонда все равно не обойтись? Нет, конечно, помощь нужна, очень нужна, потому что, как бы мы ни говорили, медицинские работники, они загружены в большей части другой работы. Конечно, мы учим, мы просим, мы обучаем, мы даем все возможности, чтобы больше было общения, чтобы она могла посидеть рядом с кроваткой, проводить. Мы никогда не оставляем тяжелого пациента одного, один на один. Самое страшное остаться одному, да. Поэтому, если есть возможность, всегда приглашаются родственники. Но если есть волонтеры, иногда просто людям хочется с кем-то пообщаться, рассказать о себе. Анастасия Николаевна, может быть, немножко личный вопрос, просто он меня тоже волнует и беспокоит, погрузившись год назад в эту тему. Через какое время вот этой повседневной работы в теме палеотивной помощи у человека все равно вот этот самостоятельный, личный страх уходит? Ну, сложно сказать. Наверное, после первого пациента, когда тебя родственники поблагодарили. Это было, у меня это было в 96-м году, когда первый раз родственники пришли и сказали большое спасибо, наша мама не мучилась и ушла спокойно из жизни. Мы все, кто сидели в ординаторской, у нас мороз по коже пошел, потому что за это никогда не благодарили. И поэтому после этого каждый раз что-то думаешь, что для этого человека сделать, как помочь, в чем он нуждается, в чем он не нуждается. Иногда дать ему помолчать, иногда рядом просто посидеть, помолчать вместе. Спасибо большое за то, что вы делаете и за то, что пришли в нашу студию и отвечали на наши вопросы. Помню, что сегодня в студии, прямо после новостей, была Ольга Николаевна Выговская, врач Центра палеотивной помощи, эксперт фонда помощи хосписам «Вера». И в завершении, вот та важная часть, которая касается деятельности фонда «Вера», проекта «Регион заботы» от УНФ, про палеотивную помощь. Это помощь людям, которых действительно нельзя вылечить, но им можно помочь жить до конца жизни. Это была программа «После новостей». Спасибо, что были с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин